всем привет меня зовут Евгений Савицкий сегодня мы с вами разберем торговую систему которая называется пробой как обычно давайте проверим звук как мне слышно хорошо так здрасте я первый раз все было первые когда-то так сразу без предисловия начнем разбор торговой системы а потом посмотрим по рынку у кого какие вопросы будут интересовать в конце можете задать по рынку и разберем что нас происходит на рынке но сразу скажу что пара евро доллар находится в области покупки который мы вчера с вами разбирали это это однозначно то есть область покупки нас находится в районе там 0 670 и ниже так но теперь торговая система данная торговая стратегия это системка исключительно трендовая торговая система и прибыль по этой схеме можно получать только в условиях тренда то есть когда будет идти боковик и боковик достаточно сжатых размеров то прибыль по этой системе получить не удастся то есть вы не должны думать о том что вот система давала прибыль потом резко перестала давать прибыль получается что все система не работает нужно понимать почему эта система не работает и нужно знать какие периоды времени она выдает наибольшие результаты в какие времени она выдает наих лучший результат поэтому в условиях тренд это идеальная схема для зарабатывания денег в условиях нестабильности это идеальная система для зарабатывания денег и в условиях неопределенности когда рынок стоит на месте не может понять куда она пойдет это самая худшая система для зарабатывания денег то есть по сути это это ее слабое место дальше дальше мы разберем инструменты которые применяются в этой торговой системы первым индикатором который мы с вами разберем то будет индикатор билла вильямса аллигатор нажимаем ok 3 скользящие средние смещенные во времени вперед немножко то есть у нас вот сдвиг идет там примеру синяя скользящая средняя двинута на 4 свечки вперед допустим несусь ой каких 4 дождите ну да три свечки вперед по сути якобы как будущее но никого будущее естественно здесь ничего не показывает линии аллигатора что они нам показывают они нам показывают те места где на рынке существует неопределенность то есть по сути скользящие средние вот эти показывать те места в которых нежелательно открывать позиции по данной торговой стратегии и в то же самое время когда скользящие средние расходятся в одном из направлений то они указывают на то что настал самый лучший период времени для того чтобы открыть позиции то есть здесь вы видите что когда цена стоит на месте скользящая средняя ой линии аллигатора переплетены между собой то есть по сути это характеризует какой-то флэт коридор когда же у нас начинается движение сзади линии аллигатора расходятся в одном направлении и смотрят только в направлении двигаются соответственно только в одном то есть по сути указывает на на то это идеальное место для того чтобы получить какую-то прибыль ну и дальше видно что чем дольше переплетены линии аллигатора тем более опасно заходит становится заходить вот эту всю кашу но такие моменты как когда у нас линии аллигатор переплетаются в разных направлениях при этом особо не перемешиваясь между собой зачастую являются хорошими точками для входа поэтому иногда можно получить одну убыточную позицию для того чтобы словить одну хорошую прибыльную позицию каким образом словить эту позицию нам нужна только входа который укажет на то где можно открыть эту позицию точку входа нам тоже показывает индикатор билла вильямса это фрактал по фракталом каким образом мы работаем вот сейчас уберу линии аллигатора фрактала по сути показывают некие уровни поддержки и сопротивления на графике в чем они показывают абсолютно силы поддержки сопротивления знать значительные незначительные все равно они все это дело показывают в итоге что мы делаем мы находим два последних фрактала и по верхушкам этих фракталов выставляем две линии то есть по максимуму чей либо по минимуму свечей это будет характеризовать как и сопротивление последний на текущий момент если мы ставим по верхушкам то это будет характеризовать их пробой и условно что пробоем назвать выход цены на два пункта выше уровня сопротивления конечно невозможно но в нашем случае конкретно в этой торговой системе это будет называться пробой спасли что мы делаем мы ждем когда цена коснется либо верхней линии либо когда цена коснется нижней линии если у нас происходит касание то это говорит о том что у нас есть сигнал открытия позиции если верхние то на покупку если нижние то соответственно на продажу ну дальше открыли позицию куда можно поставить стоп ну разно будет поставить стоп если мы купили то от покупки сюда а вот продажи поставить топ сюда потом когда сна будет двигаться дальше на буду открываться новые уровни поддержки и будут формироваться новые уровни стопа после которых можно будет закрыть позицию по достижению каком-нибудь уровне сопротивления фракталов у нас много если мы так будем выставлять по каждому фрактал пробой прибыль у нас не получится масса позиции потому что здесь был пробит здесь был пробит фрактал потом здесь 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 пробитый и получается что куча позиции по сути направление движения только одно и один единственный фрактал был который указывал на то что можно открыть позицию был в этом месте и нам нужно каким-то образом найти те фракталы которые стоят перед большими движениями как мы это делаем мы берем олигатор выставляем на график как я ранее говорил области где у нас переплетение линии олигра происходит это все области в которых открывать позиции не стоит соответственно фракталы которые появились вот этих областях не менее эффективны для того чтобы открывать позиции получается что мы по сути берем только те факталы которые образовались уже тогда когда у нас линия аллигатора были направлены к каком-то из направлений допустим вниз вот в этом месте они были направлены вниз и после этого у нас появился вот этот фрактал значит есть такое я ввел такое понятие как действительно фрактал и не действительно фрактал данной ситуации мы считаем этот фрактал действительным вот в этой ситуации цена этот фрактал действительный получается что мы в этой позиции открываем покупку в этой позиции открываем продажу но если у нас первоначально сработала покупка то этот ордер мы убираем работаем только по вот этому ордеру но на самом деле есть еще один нюанс который на который мы обращаем внимание в определении фрактала. То есть, действительно ли это фрактал или недействительно. На что мы обращаем внимание? Мы анализируем свечку, над которой или под которой образовался фрактал. Допустим, где у нас? Вот, допустим, фрактал. Ну, или даже вот в этом месте фрактал. Вот этот возьмем. Так, как бы вам так пример привести? Тут куча действительных фракталов на самом деле. Ладно, берем последнюю ситуацию. Вот у нас идет боковик. Как нам из этого боковика выделить действительный фрактал? Фрактал, свеча которого ни телом, ни тенью не коснулась ни одной из линий аллигатора, этот фрактал является действительным. То есть, мы можем поставить однажды ордер на пробой за тот фрактал, свечка у которого ни телом, ни тенью не коснулась линия аллигатора. Далее мы смотрим, где такие фракталы находятся. Например, вот у нас фрактал на покупку. Свеча этого фрактала полностью находится в линиях аллигатора. Этот фрактал недействительный. Внизу свеча этого фрактала одной линией, коснулась тенью, коснулась линия аллигатора. Этот фрактал тоже является недействительным. Вот в этой ситуации на покупку данный фрактал тоже является недействительным. На продажу, вот он, единственный действительный фрактал, на пробой которого можно установить ордер. При этом мы выставляем ордер только за первый действительный фрактал. Все остальные фракталы нас уже не интересуют. То есть ордер выставляем только за первый действительный фрактал. И если происходит пробой, то у нас открывается позиция. Соответственно, вверху у нас есть один, единственный фрактал, на пробой которого можно поставить ордер. Конечно, чем ближе к входу к линиям аллигатора, тем якобы вероятность отработки сигнала выше. Но, как показывает история, это абсолютно не так. То есть может происходить абсолютно по-разному. Здесь у нас фрактал находится далеко от линии аллигатора, но прибыль получилась значимая. Поэтому в этой ситуации все может произойти так. Нам может дойти до вот этого значения, и отсюда также трендом уйти наверх, уровень 1.08.70. Поэтому здесь, что мы делаем? Первое, что мы делаем, это ищем действительно фрактал. Далее, фрактал на покупку у нас может появиться только выше линии аллигатора. То есть этот фрактал не считается. Этот фрактал не считается. Фрактал на покупку может быть только выше линии аллигатора. Фрактал на продажу может быть только ниже линии аллигатора. Он не может быть в них, либо не может быть выше. Он только ниже линии аллигатора. Исходя из этого, мы принимаем решение, что в данной ситуации, на текущий момент времени, ордер на покупку можно поставить только в одном единственном месте это 10700 дальше больше по этой системе никаких ордеров открытой позиции мы поставить не можем куда остановить стоп лосс стоп лосс мы можем поставить за предыдущий фрактал но по мере движения цены вверх здесь еще могут образовываться фракталы и соответственно каждый последующий фрактал отменяет предыдущий если у нас на этом пути возникнет такая ситуация что цена поднимется вверх потом откатит обратно и вот в этом месте появится действительный фрактал тогда ордер должны сместить немножко пониже и при движении цены вверх мы тогда открываем позицию если здесь появится не действительно фрактал тогда позиция в принципе исчезает то есть мы никаких сделок не открываем вот для примера вот ситуация вот фрактал он является недействительным потом вот фрактал который является действительным мы за него поставили ордер по пути возник следующий фрактал который является недействительным потому что у нас свечка коснулась линии аллигатора этот ордер от меняется и новых ордеров мы уже не выставляем потому что у нас нет условий для выставления ордеров верху нельзя поставить так как линии еще переплетены почему не линии по цены они не переплетены смотрите у нас текущее состояние линии вот она где вот вот текущее состояние линии к рак они могут быть переплетен и константин носка ним района ваш вопрос был задан мы смотрим на текущее состояние линии они в 2 предыдущие состояние линий и за этот фрактал можно выставлять ордер потому что линии не переплетены между собой какое время какие пары отрабатывать какое время торговать по большому счету лучше торговать валютная пара у которых есть доллар то есть основные валютные пары или пары мажор или там еще называют и естественно те валютные пару которых видя что скоро назревает трендовое движение поэтому конкретно какую-то пару вместе то есть по сути я могу сказать что лучше всего торговать трендовая валютная пара а какие валют пары трендовые лучше всего торговать волатильная пара да это больше подойдет волатильная валютная пара даже в условиях скажем так убыточной сделки она может выдать по инерции хорошую прибыльную позицию ну допустим там скажем пара евро доллар смотрите где у нас здесь вот движение маленькое движение по пунктам было всего лишь 10 пунктов и взять примеру пару доллар и ну примерно такое же маленькое движение но вот допустим оно было 42 пункта тот же самый временной период получается что на доллар гения волатильность выше а значит вероятность по сути этот сигнал был убыточным цена пошла обратно вверх но вероятность выйти в прибыль и закрыться в безубытке гораздо гораздо выше поэтому рекомендуемая валютная пара это та пара у которой и большая волатильность волатильность вы можете проверить примеру дневном графике взять поставить индикатор атр причем волатильность она меняется у каждой пары и вчера была например пара фунт-доллар волатильная сегодня валютная пара доллар иена проходит в день 150 пунктов возьмем пару фунт-доллар сколько в день эта валютная пара проходит данная валютная походе тоже 150 пунктов то есть по сути и фунт и иена у нас на ху на одинаковых уровнях можно работать взять пару евро доллар она в день проходит восемьдесят шесть пунктов она значительно уступает валютной паре доллар иена и фунт-доллар соответственно здесь если будет убыточная позиция то вероятность выйти в прибыль значительно меньше какой таймфрейм можно взять ну как бы рекомендуемый таймфрейм м15 почему потому что на этом периоде стоп-лосс можно меньше поставить можно также использовать часовой временной период но там значение стопа естественно возрастет и значение профита возрастет значение стопа возрастет так как мы стоп выставляем за предыдущий фрактал take profit ну банально по ближайшему уровню поддержки и сопротивления повторить про отмен позиции смотрите вот у нас ситуация перетение выход действительный фрактал видите вот он действительно фрактал мы вот сюда выставляем ордер на покупку но потом появился другой фрактал свеча которого коснулась линия аллигатора этот фрактал у нас является недействительным получается что ордер на покупку мы там меняем но так как у нас нету действительного фрактала чтобы выставить новый ордер то по сути мы здесь позиции не открываем здесь она имею ввиду что такое недействительный фрактал скорее ну и к примеру продажа на пробой вот этого фрактала она данное время являться не актуально потому что у нас вот мы сейчас свечка тенью коснулась синяя линия лигатор к сожалению на пробой этого фрактала от позицию нельзя хотя очень хотелось бы на самом-то деле вот таким вот образом нужно работать по данной торговой стратегии но теперь вопросы любые вопросы даже если не кажется глупыми по этой торговой системе так какие пары я сказал пары мажоры желательно те валютная пара которых хватит или достаточно высокая временные периоды m15 h1 может использовать нежелательно будет много шумов на периоде m5 последний вход по паре доллар йена вот в этом месте вернее последний значимый вход вот действительный фрактал позиция на покупку далее у нас было переплетение вот здесь на входов на позицию уже здесь небо на продажу последний вход был вот в этом месте вот он у нас здесь было движение всего 10 пунктов то есть позиция на продажу точно месте предпоследний сигнал был вот здесь тут 42 пункта цена прошла леса пунктов до этого был сигнал вот здесь но произошла отмена не мы не отмена в этой ситуации отмена потом в этой ситуации мы выставили активировался в этой ситуации выставили бы ордер у нас потом смена ситуация произошла появился внизу поэтому этот уже был бы нерабочим и появились новые фракталы вышли на вот эту точку входа примеру смотрите вот в этом месте мы открываем позицию вот здесь вот вот он разрабатывание ордера произошло бы предыдущий фрактал находится вот здесь значит мой стопик выставляем за предыдущий фрактал вот он take profit как минимум один к одному стопу то есть как минут 30 пунктов а дальше мы уже смотрим по ближайшим уровням сопротивления поддержки с историей но как бы прикрыть особенно не произошло и под подтягивать стоп за фракталы первые 3 4 и вот здесь работает стоп вот в этом месте но в принципе тоже нормально ну по мне так эта система научит про фрактал пробой зашло давайте проанализируем сейчас ситуацию текущую по валютным парам чтобы вы поняли как искать точки входа то есть пара евро доллар действительный фрактал при касании уровня 107 можно покупать куда стоп ставим 10673 вот туда ставим стоп я доллар на покупку действительно фрактала нету потому что свечка коснулась тенью линии аллигатора на продажу фракта находится в линиях аллигатора тоже ничего нету то есть австралии ничего нет евро иена здесь на покупку позиция уже должна быть это то есть мы работаем первого фрактала даже первый фрактал у нас был вот в этом месте вот здесь все здесь больше никаких позиций на текущий момент времени нету фунт точка входа вот нас переплетение соответственно . входа по сути она есть но нужно после переплетения искать фрактал то есть надо ждать вот в этом месте фракта он появится на следующей свечке и работать на продажу на пробой вот этого уровня на покупку ничего нету доллар канада так здесь у нас не выставлена фунт иена здесь тоже не выставлены давайте так сделаем доллар канада доллар канада вот у нас есть действительный фрактал на покупку вот он свечка зеленая того не коснулась свечка и аллигатора значит на пробой вот этого уровня можно поставку кубку на продажу нельзя потому что на башню тенью про кто коснулся линии аллигатора тест проводили по стратегии следа до как какие результаты не то чтобы ты проводил я торговал по той системе в период когда был кризис 2008 9 год была была самая высокая влезет в то время его самая высокая результант в этой системе а дальше все что нужно делать то прыгать просто по валютным барам у которых высокая волатильность и торговать по по ним по этой торговой системе то есть поймите здесь у вас какие результаты то есть если вы хотите там каждый день торговать в этой системе там тупо каждый сигнал использовать у вас ничего особо не получится то есть нужно выбирать валютный порно который достаточно высокая волатильность и смотреть выходы из коридоров если на рынке будут тренды то эта система вызывали прибылью но если на рынке будет затяжной флот на протяжении месяца то вы сольете депозит вот и все то есть если просто банально бездумно будет открывать эти все позиции то есть вы вот это наложили там все эти графики обрали доллар канала и посмотрели где вы сейчас находитесь то есть видно сейчас формируется к боковике скоро будет выход этого боковика возможно вверх возможно вниз общий анализ проводить однозначно нужно как ни крути общий анализ проводить однозначно нужно здесь наверно боковик достаточно больших размеров поэтому здесь кто-то заработать здесь боковик маленький поэтому входить в позицию либо нужно выбрать этот позиции по мне так здесь тренд нисходящий прийти от птица подажу поэтому я бы в этой системе снова только продажа и все вот таким вот образом но это позиция это валютная пара не подходит для торговли просто по подбольной причине у нее хотя не 120 пунктов среднедневное движение нормально но все равно лучше ступить и выше потому что 120 мало то все таки это это за счет вот их вот последних движений а сейчас обычно после движения идет затишье поэтому здесь скорее всего будет затишье это валютная пара сейчас не очень актуально для работы а вот доллар иена по мне так она сейчас достигла уровня сопротивления и может уйти вниз это пара наиболее интересно для торговли и у него волатильность на текущий момент времени сколько там стосят пунктов если вы новичок если вы полный ноль еще в рынке и не можете проводить банальный классический анализ рынке то эта система не принесет вам денег да и вряд ли какая-то из торговых систем привык а знать банально там что такое тренд что такой флэт принцип формирование тренда принцип формирования флэта и выходы из фрэнда и выходы из коридора вот эти правила если знать то тогда можно взять любую торговую систему и она однозначно принесет вам прибыль то есть мы классику нужно знать кто такой тренд как он формируется как и у него там критерии так хорошо еще вопросы будут но давайте тогда по рынку если по стратегии просов нет тогда можем по рынку евро там на покупку все вроде как где смотрите волатильный индикатор adr на дневном графике смотрите волатильность пары евро доллар как мы сейчас оплой доллар и ины трендовые бою трендовые осцилляторы эверен штуренч стандартно потом последнее значение вот она где у нас вот последнее значение и здесь написано 149 и 149 пунктов ну понятно что пара евро доллар не проходит в день 1 ой доллар и она не может пройти день 1 пункт но это нелогично 14 пунктов тоже нелогично 150 пунктов логично 1495 пунктов нелогично цена не может пройти столько за один день тысячу пунктов тут все вот это движение за месяц тысячу шесть остается одна цифра стоит 49 пунктов фунт кросс чем кросс с иеной там с евро фунт или там что там фунт франк еврик паре евро доллар вот сто шестьдесят первый уровень мы вчера достигли отметки сто шестьдесят первого уровня и у нас получается есть сигнал на покупку по системе паттерн вот он вот она про торговка сожалению границы тоже плохо выделяются уход вниз резкий возврат обратно это уже сигнал по системе паттерна покупку плюс вчера на пятиминуте также были сигналы на покупку только здесь сигнал был с двойным дном проторговка выход вниз к сожалению вот эта проторговка появилась нежелательно и поход наверх получается что вот у нас паттерн тоже сигнал на покупку со стопом вот сюда то есть стоп так до сих пор и не сняли поэтому по паре евро доллар есть вероятность цены ну не знаю к уровню то есть вот это получается нас расширение диапазона произошло соответственно вероятность движения цены к уровню 1 07 60 текущего времени она сохраняется у нас не произошел выход цены из вот этого боковика произошло его расширение то чем мы вчера с вами и говорили если бы цена выше вышла дальше и боковик начало топтать ниже 161 уровня тогда этот уровень стал бы сопротивлением тогда бы мы рассматривали вот такое движение то есть обратно и потом поход вниз туда на 0,5 туда может еще даже ниже а на текущий момент времени график не указывает на это поэтому говорить о том что цена пойдет вниз я не могу потому что ну я говорю то что вижу на данный момент времени мы попали в расширение диапазона и есть вся вероятность того что цена повешена вверх хотя вчера вот здесь сидели с вами еще что у меня здесь продажа была и почему это продажа когда вас задал вопрос кто думает о том что евро пойдет наверх было там скажем 80 процентов было на то что наверх пойдет евро где здесь и 20 то что евро пойдет вниз ну получается что покупки были в этом боковике и стопы этих покупок стояли за вот этими минимумами как это проверить включаем объем и смотрим при выходе цены из этого боковика должен был вырасти объем то есть при выходе цены из боковика вот как раз не при подходе к нижней границе при выходе вырос объем то есть это говорит о том что здесь большинство покупала и срабатывание стопов это есть катализатор для движения а дальше что мы подошли к этому минимуму объем вырос но мы его не обновили возможно здесь сейчас начинают продавать и стопы тогда будут стоять уже те кто продает потому что вчера 20 центов ждали продажи а когда цена пошла вниз они однозначно откроют продажи где-нибудь вот в этом районе а значит свои стопы они поставят сюда и вот сюда те кто покупал обиженные тем что у них или стоп они могут начать продавать при этом стоп поставить вот сюда поэтому на катализатор для движения цены всегда является стоп ордер значит нас первая цель это 0704 и следующая там 07 серисе скажем вот как то вот так 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 не про торговка лето сейчас более широкая но в нашем случае сейчас формируется вот она про торговка но это не отдельная это идет в совокупности с вот этой большой этом по сути у нас может получиться вот такой вот диапазон расширяющийся и отсюда цена запросто может пойти наверх и причем на маленьких таймфреймах подтверждение этому было то есть я вот понимаете я могу свое мнение вставить и сказать что визуально все смотрится так что сейчас будет разворот тренда мы сейчас вышли и она пойдет вот от этого уровня вниз и она очень даже так смотрится ну как бы она смотрится так но если бы здесь выход был пониже немножко я бы рассматривал эту теорию но так как выход произошел в рамках расширения вот этого боковика 161 уровень нам указать это скрываю как я это определяем он нам указывает что мы застряли ровно на расширении боковика получается что не принимаясь от факта вниманию не могу до перестраховаться нужно то есть сейчас есть сигнал на покупку там можно было открыть позиции вот по месте часть позиции прикрыть и поставить стопос один к одному чтобы если вдруг этот сценарий все-таки сработает то нужно быть в нуле в крайнем случае но предпосылок для этого сценария их гораздо меньше чем для роста так фунт кросс что значит фунт кросс еще раз сергей страли новозеландии страли новозеландии сейчас просто корреляция австралийского зеландского доллара стала достаточно высокой поэтому австралийного зеландия не выдают каких-то движений нормальных первое на что мы должны обратить внимание где мы находимся мы находимся у нижней границы дневного боковика потенциально движение ой потенциальные сделки которых можно открыть нижней границы боковика это только на покупку далее у нас бросается взгляд на вот эту проторговку виху что у нас произошло определить что это был выход ну я больше склоняюсь к тому что это все таки выход произошел нежели но тут по пунктам развернуться некуда понимаете как бы можно сказать что это выход произошел но тоже это очень с натяжкой блин еще раз дневку давать недельно посмотрим здесь что то есть здесь притоковка здесь минимум выход подход тут меня начинают уже срабатывать что хочу свое мнение ставить потому что у нас есть минимум вот он это своего рода фрактау на недельном графике вот в этом месте и отсюда нам необходимо уйти к верхней границе боковика но на более мелких временных периодах предпосылок к тому паттер нас был вот давайте-ка сейчас посмотрим и 15 ну да в принципе есть есть сигнал на покупку да можно сказать что вот зона поддержки сейчас проверим по объемам еще что у нас здесь было вот это конечно вот этом движении не было объемов это очень плохо что на этом движении не было объемов это не является истинной поддержкой короче не могу я вам если у вас есть покупка держите но в то же самое время если есть продажа тоже держите 50 на 50 но даже скажем 10 процентов на то что пойдет наверх 60 процентов то что пойдет наверх и 40 на то что пойдет на низ но смущает то что вот вот в этом вот месте не было объемов если бы здесь были объемы тогда я бы сказал бусто 90 процентов что пойдет наверх но так как этого нету могу этого сказать есть еще вот образовалась так особо некая зона поддержки вот в этом районе и паттерн есть вот здесь на покупку здесь подтверждение зоны есть и вот в этом месте слабый паттерн тоже есть мы чуть-чуть не дотянули до верхней границы поэтому на более мелких временных периодах осуществляет покупка и присутствует так ладно посмотрим фунт обычный тогда если нам не говорят что так фунт мы зашли немножко вот эту поддержку зашли немножко и пытаемся туда быстренько ускорять давайте прыгать кимит темпы сюда уходим во-первых объем посмотрим здесь ну и сказать что он такой высокий по сравнению с предыдущим то есть стопов здесь особых не наблюдалось таких вот равных смотрим 15-минутные ордера локальные стопы здесь есть объем здесь наверх тиск низ ну как бы локально говорить о том что тоже сработали стопы не приходится паттерна на третья позиции нету расширения расширения вниз здесь единственное что говорит о том что пойдет на наверх это то что изначально было вверх движение а потом пошло вниз движение соответственно у нас получается расширить вверх расширились вниз а из этой фигуры цена всегда выходит наверх то есть данной ситуации на прогноз то что фунт отсюда уйдет вверх все таки они вниз ну и плюс мы не отменили вот эту поддержку мы чуть-чуть вернули в нее тут же выскочили японская е на таска иене на 15 минут продажа паттерна опять-таки про торговка продаж тоже слабенькая к сожалению не хуста планская е на выдает нормальный сигнал вот смотрите здесь у нас эфират так как же карина была вот она вот 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 должен был сформироваться сад продажу четкий нет для нижней зоны рукок наверх здесь до них на 5 дошли и как бы может быть еще привок на вех но я уже к позицию на продажу вот на вот этом при подходе знаку этой зоне открыт позиции вот сюда окончательно сигнал по паттерну нету есть только по дистрибуту но выход очень слабый может может быть просто расширение и 5 поход точка входа на продажу опасная это вот чисто интуитивная позиция на потому что подоварьение у нас находимся в зоне продажи но к сожалению мы зашли очень болот эту зону продаж это очень негативный фактор то что мы зашли слишком далеко в эту зону продажи либо марк мейкер там пытается ввести в заблуждение уже всех что мы пойдем обновлять этот максимум либо это на самом деле произойдет но кое-какие намеки на продажу он здесь начинает указан поэтому советовать покупать если вы хотите подать уже более уверенно тогда дождитесь когда цена вы коснется уровня сто четырнадцать восемьдесят но это тоже будет уже такой сигнал в любом случае здесь сигнал будет корявы как бы вы не открывали позицию сигнала на продаж будет корявы а на покупку и просто нету да и это вниз на продажу австралия сейчас по порядочку австралия уходимся тут боковик уже там достаточно долго перелет времени естественно это говорят что накапливается очень большая позиция куда-то и нужен вы поэтому здесь нет никаких трендов на может спокойно от нижней границы боковика идти к вере от верхней к нижней сейчас мы ходим не граника поэтому есть верхние границы боковика и все то есть ну у нижней границы продавать нет однозначно нет нижней границы покупать да это менее безопасно ну по крайней мере по риск-менеджменту а сигналов на открытие позиции нету смотрите что где где здесь сигнал где тут что можно развивать то ничего цена ходит туда-сюда без каких-либо намеков на то что здесь кто-то где-то что-то сидит так еще вопрос по пробою можно использовать только сигнал если будет отмена можно использовать следующий в том же направлении все правильно если будет отмена сигнала то можно использовать следующий сигнал в том же направлении то есть у нас получается действительный фрактал там появилась отмена то есть не действительный фрактал потом снова садин фрактал мы снова используем этот сигнал до тех пор пока он не будет аксированы еще вопросы кстати по франку смотрите что произошло евро у нас вниз франк должен был наверх выйти но франк даже не вышел из боковика это еще один косвенный факт к тому что евро не сделала выход евро произошло расширение а если произошло расширение значит евро дальше пойдет наверх по японски конечно ставлю если эта позиция уцелеет на продажу я ее однозначно ставлю днев вниз цельных график вниз вынесет ну я на гэп и не попадал еще так больно сильно так уж чтобы они у меня прям запомнились на новостях вылетал так что я до сих пор помню а чтобы я попадал на гэп и какие-нибудь из тебя сильно где-то в летит ли об запомнил этот момент так вазеландец новозеландец это не индикатор этот обычная вот этот объем и которым не завоставляется и все но эти объемы они соответствуют очень там скажем на 90 процентов похожи на объемы по фьючерсам на бирже cme поэтому их ну я принимаю их во внимание новозеландец спорная ситуация у меня по новозеландцу на самом деле я здесь вижу как бы продажу по новозеландцу и в то же самое время идет нестыковка с другими валютными парами потому что нарушается тогда корреляция то есть по новозеландцу у нас есть паттерн на продажу могу я это отрицать вот нас про торговка выход вверх возврат обратно единственное что опять таки меня настораживает то что выход вверх не сопровождался объемом знаете нету объема здесь вверху поэтому здесь бы запросто вот она мог быть сильнее чем вот этот выход наверх то есть по сути сопротивления здесь нету никакого не было позитивно продажа небо стопа съема то есть получается что в данной ситуации так 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 покупают а ну да если в этой ситуации все покупают значит мы должны уйти вниз ну как бы по новозеландцу продаж 15 счет давать блин ну вот как-то нестыковка идет у паттерну продажа по объемам нестыковка идет у меня все ну правда это объем совпадает с реальными кроме кульминации возможно так евро-доллар берем в баре то и и берем берем все виды берем или не берем оружие нужно сидеть покупки потому что хорошее место для входа было вот здесь чем выше вы берете тем больше стопа туда на случай уже стопом сколько идет 37 пунктов в этой ситуации а у нас получается что ваттерн пробой возврат в эту зону это есть сигнал для входа в позиции ну и вчера вот он паттерн был и вот в этом месте должен быть и куда в позицию на насчетом честно скажу я по паре евро не открыл позицию потому что есть некоторые нестыковки у меня с корреляцией возможно корреляция нарушится и пара евро-доллар уйдет наверх но вот как бы ступор идет австралия и к сожалению не коррелирует с парой евро дают противоположные сигналы австралии вообще ничего не дает а новозеландия дает на продажу чай сигнал и нужно продажу слабенький сигнал а пара евро-доллар там прям идет все как надо а когда пара евро-доллар там прям идеально все расписывает то мне это не нравится она редко когда что-то идеально расписывает навечно ходит грязно там не дает заходить нормально то есть редко какие-то входы дает то я не знаю как поступить с парой евро доллара до покупка но я еще не нажал на покупку евро бакс верняк до 10905 но 108 70 до 109 если так рассуждать так я вам там расписывался на ряду 114 там 120 но это вполне нормально хорошо еще вопросы будут все-таки спасибо за внимание хороших вам трейдов ну и до понедельника всем спасибо всем пока и и и и и и и